Растений, которые можно узнать с первого взгляда по общему облику, довольно мало. Подавляющее большинство растений имеет своих родственников, которые похожи на них довольно сильно. И чтобы их друг от друга отличить, нам нужно иметь серию фотографий. Не только фотографию общего вида растения, но и фотографии некоторых деталей, в которых отражены особенности этих видов. Вот, например, растение семейства зонтичные, купырь лесной. Очень распространенное растение, растет на опушках, на сырых лугах. Как отличить его от других родственных видов? Чтобы система iNaturalist помогла нам это сделать, мы должны, в свою очередь, сделать серию фотографий этого растения. Выберем для начала растение, у которого мы снимем общий вид, потому что это важно. Вот это растение. Вот это растение. На фотографии общего вида у меня получилось соцветие, стебель, и я вижу листья. Я могу это растение отличить на фоне остальной заросли. Теперь мне нужно снять некоторые детали. У зонтичных довольно много признаков сосредоточено в соцветии. Например, это форма цветков в зонтичке. Значит, мы сейчас сфотографируем зонтичек. Ведемся на него. Посмотрим, что у нас получилось. Получилось довольно неплохо. Растение в фокусе. Мы видим, что в зонтичках у самых крайних цветков, у купыря, средний лепесток очень сильно увеличен. То есть цветки выражены зигоморфные. Плюс эти цветки имеют лепестки с небольшими выемками по краю. Помимо разной формы цветков в зонтичках, еще довольно много признаков сосредоточено в самом зонтике. А именно, в листочках, которые кроют основные лучи зонтика и маленькие лучики зонтичков. Здесь мы видим только те листочки, которые кроют маленькие лучики зонтичков. Эти листочки называются листочками оберточек. Их форма и вообще их наличие нас интересуют в довольно большой степени. Потому что по ним мы сможем отличить купырь от других видов. Я, во-первых, вижу здесь, что эти листочки и оберточки отогнуты вниз. Во-вторых, я вижу, что листочки и оберточек по краю имеют некоторую ресничетость. И что они такие эллиптические и сужены в такое заострение. Ну и, наконец, нам нужно сфотографировать крупные листья. Мы выберем такой лист. Вот он. Он треугольный в очертании. Вот сейчас его видно совсем неплохо. Вот мы видим, что он треугольный в очертании. Что он при этом дважды-трижды перестосложный. Да. Дважды-трижды перестосложный лист. И что у него конечные доли относительно широкие. Такие широко яйцевидные, зазубренные. С широким таким основанием и с треугольными верхушками. Можно еще сфотографировать участок стебля. Потому что часто стебли бывают опушенными или неопушенными. Могут быть ребристыми или не очень. И это тоже может работать как важный определительный признак. Подставлю немножко руку. Помогу ему навестись. И сделаю фотографию. Посмотрим. Здесь видно, что у купыря опушение очень-очень короткое. Практически здесь не видно на фотографии. Надо сказать, что его и пальцами довольно сложно разглядеть. А нащупать. И мы видим, что стебель ребристый. Но эти ребра не очень высокие. И они такие тонкие и узкие. И вот эта серия фотографий позволит нам, после того, как мы загрузим ее вай-начурлист, она позволит нам вполне определенно быть уверенным в том, что перед нами купырь лесной. Количество признаков, заснятые нами, вполне достаточно для этого определения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова